Девушки отдыхают Правоохранители сразу же возбудили уголовное дело и объявили в федеральный розыск подозреваемого соседа погибшей семьи. Через два дня мужчину задержали в Северском районе и взяли под стражу. Если вину Данилова докажут, остаток жизни он может провести за решеткой. Похитил двухколесного друга и еду в придачу. Велосипедного вора поймали полицейские Белореченска. Транспорт он увел прямо с парковки у супермаркета. Прихватил и сумку с продуктами, которая висела на ручке велосипеда. Но далеко уехать не удалось. Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения. И изучив их, узнали в предполагаемом преступнике ранее судимого 49-летнего местного жителя. Подозреваемого задержали в его собственном доме. Велосипед он собирался продать, но не успел. Его уже вернули владелицы. А похитителю теперь грозит до двух лет лишения свободы. В Краснодаре байкера едва не ослепило электрическими искрами. Это произошло во время вечерней поездки по улице Дзержинского. Несколько мотоциклистов двигались в разных рядах. И когда один из них поравнялся с троллейбусом, отъезжающим от остановки, как раз за спиной байкера посыпался яркий поток от контактной сети. По счастливой случайности мужчина успел проскочить, и искры не ослепили его. От ожогов спасла экипировка. То, что произошло на Кубанной набережной, скорее напоминает трюк каскадера. Жаль только, что действие происходит не в кино. Тойота протаранила Ладу, которая от удара едва не накрыла велосипедиста и врезалась в столб. Стоящий перед пешеходным переходом мужчина едва успел отскочить от летящей на него машины. Очевидцы ДТП бросились хозяину отечественного авто на помощь, но двери машины оказались заблокированы. Как сообщают в ЕДДС, никто из участников аварии к медикам не обращался. Садясь за руль многотонного авто, стоит быть предельно внимательным. Шофер этого грузовика, выезжающий с улицы Покрышкино, так пытался успеть повернуть, что не обратил внимания, проехал ли кроссовер. В Мятины хозяйка иномарки предпочла рассмотреть в компании виновника ДТП. Возле кольца на улице Дзержинского не разъехались миром скутеристы-водитель Форда. Судя по видео, хозяин мопеда не чурался обогнать авто справа, что, собственно говоря, в правилах запрещено. Но и его попутчик тоже хорош. Из этого ряда автомобилисту никак нельзя было поворачивать направо. В итоге нарушителям пришлось договариваться между собой. В критической ситуации некоторые люди поддаются панике, а потом расхлебывают ее последствия. Владелец серой малолитражки нервно сдал назад, завидев впереди препятствия. А вот остановившееся сзади авто не заметил. Закон об опасной езде в силу пока не вступил. Похоже, что многие автомобилисты ему явно обрадуются. Сразу три участника движения свели знакомство из-за внезапного маневра владельца иномарки. На улице 40 лет победы. Двое водителей не столько повредили машины, сколько нервы подпортили. До столкновения хозяин внедорожника пропустил трамвай, объехал попутчика и ринулся вперед, несмотря на ехавший справа автомобиль. То, что происходило дальше, лучше оставить без комментариев. Еще больше аварий с дорог Краснодара вы сможете увидеть, подписавшись на наш YouTube-канал.